Добрый день, батюшка! Добрый день! Вы не заболели? Да я тут загруженный был очень сильно. Я в 10, пол 11, домой порой возвращаюсь. Ой-ой-ой! Так у нас это, беседы же каждый день проходили. Счастливый ты человек! Каждый день беседа проходила. Ну а как прошло прощенное воскресенье? Ну как? Как обычно, людей много очень пришло к нам. Даже 3 больше. Вы не с архиереем были вместе? Мы начали в нашем храме, а потом к архиерею поехали. В нашем городе, Северск, отдельно идет все. Мы просто входим в Томское благочиние, а потом к архиерею поехали. Понятно. Но вас еще прощение не просил простить меня. Это кто? Вы? Конечно, вас прощение прошу. Я у вас прошу прощения, простите. Да. Я подумал, архиерей, архиерей через вас просит прощения. Про архиерея говорили-то. И вы сразу... Так мне, знаете, что сказали тут, в Томской епархии, что хотят в отношении вас диспут устроить? Меня диспут устроить? Ну как, будут это ваши труды обсуждать? Ну, великое дело. Тут скажи, такие труды обсуждать, вся земля уже пылает огнем, опоздали отцы. Ну вот, собрались обсуждать, мне сказали. Мне это сказал, отец Алексеев мне сказал. Ну, прекрасно. Ну, вот это, руководитель миссионерского отдела мне сказал. А как там Максим-то? Ну, как, я его не видал что-то. Вот. В храме не видал. Наверное, он пришел, но там очень много людей было. Как-то его не встретил я, Максима. Отца Александра Класина встретил. Отца Михаила Фаста встретил я. Вот, в храме тоже поздоровался, прощения попросил у них. Хорошо. Может, кто-то что-то там имел. Ну, вот вопрос такой, как вы относитесь? Вот вы задали вопрос же, да? Да. Вот беженцы, если миллионами пойдут. Да хуже пишут об этом. А я, знаете, что сделал? А я на сайт зашел в города Шостка. А чем такое монет? Украины. Да, по-моему. Вот, и почитал. А они, говорят, нету? Нет. Беженцев этих? Два раза к нити. Два раза, да. Они, говорят, нету. Да, сюда. Сам сайт Шостки. Вот, я удивился. Одни, говорят, идут, другие, говорят, не идут. Я что-то понять не могу, что там происходит. Нужно все рассматривать во свете Библии. И вот у вас, если они собираются обсуждать, только в одном случае вы можете получить желаемое, если будете рассматривать во свете Библии. Вот как о мощах. Сейчас там я даю доводы Библии подряд, места, которые ни на одно место не смотрят. А как это принято, а столько лет принято. Да мы в разных областях находимся. Я на эту тему разговаривать не буду. Что принято? Так он с неба будет и Сатана, и Сладичева боитесь-то. Ты мне по Библии покажи, что павильона доставать мертвецов, резать их, зашивать куда-то. Найди одно место. Я отступлюсь и попрошу прощения. Откуда взяли? Стефана погребли мужей благоговейно. Стефана. В Новом Завете. И в Ветхом Завете так же было. Но это к примеру сказать. А вот относительно того, что сейчас на Украине-то делается, вот тут вопросов очень много. Справедливо, несправедливо говорят. Сегодня мне говорят, что в эту ночь готовится провокация. Свои же, свой спецназ русский убьют русских 3-4 человека там в Крыму, чтобы в России развязать руки. Ну а те, которые убьют, они вот как, когда это было, Димитрова-то судили, Тарихстаг сожгли-то. Подсунули там своих же. А потом убили и сказали, что они на нас напали. Дескать, провокация готовится. Я ничего этого обсуждать никогда не буду. Потому что нам другая задача поставлена. Прославить Бога. И вот несколько моментов я хочу как раз сейчас показать. Я маленько перемещу. У меня тут многое заменили. У меня по-другому все идет тут. Вот смотри. А мне Сергей говорил, что у вас тут немножко вдавили технику. У меня снимали компьютер, увозили его. У меня зашла и написано «Синяя смерть». Знаете это? «Синяя смерть». Да, «Синяя смерть». Покрылся все. А, понял, понял, понял. Это называется «Экран смерти». Я понял, что у вас произошло. Да. Написано «Синяя смерть». Мне показали прямо как программа «Синяя смерть». Я понял, что случилось. Да, я знаю, что это такое. У вас сейчас качество лучше стало, намного изображение. Я сейчас вот что хочу рассказать. Не за тех, которые были на Майдане, не тех, которые были против, не тех, которые побежали. А что побежали, об этом уже губернаторы там приграничных работают. Только в одну область уже 114 тысяч пришло. А что беженцы будут, это всегда было. Это в Ливии, в Израиле. Везде всегда были беженцы. Чтобы в Чечне, в Дагестане. Шла война, убивали, мирного населения не было. Для мирного населения отдельный коридор открывают. Я хочу рассмотреть со стороны Божественной. Как мы должны относиться к подобным событиям? Какое наше в этом участие? Все спрашивают, а вот вы были бы на Украине, а что бы вы делали? Я сейчас прочитаю несколько мест Писания из Святой Библии. Как это выглядит? Псалом 118. Ты, Володя, хорошо снимай. 164 стих. Это мой эпиграф. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Давид где-то видел эти суды Божьи? Понимаете? Вот это Давид видел, когда Бог его наказывал, когда бил, и он говорил, праведные суды твои, Господи. Вот это сегодня, ну же день и ночь славить. Я призвал к ночной молитве наших всех. Суды правды Божьей. Игнат Тихонович, а вот у Давида тоже. Вот в Салмах такие места встречаются. Вот сегодня буквально благослужение Великопостное. Вот два места таких я встретил, прям аж ой-ой-ой. Вы пока подержите их, я сначала отвечу полностью. Ага, ну ладно, давайте. Да. То есть, семикратно в день, то есть, он считал, поблагодарил Бога, недостаточно. Еще один встал на молитву, и только тебя за суды правды твоей. А суды какие? Когда Бог переворачивал Израиль, посылал его в плен, уничтожал. Миллион сто тысяч было в Иерусалиме, только погублено. В три раза больше, чем в Ленинграде, блокированном. Псалом 72, 24. Нужно подняться на тот уровень, вопрошать у Бога, Господи, дай понять, что ты делаешь. Я вот чего хочу добиться. Чтобы мы задумались в молитвенном состоянии. Я ни за тех, ни за других повторяю. Тем и другим нужно обратиться к Библии. Что она нам говорит? А Библия это слово Божие, так называется. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Ты руководишь меня. Ты, Бог, руководишь. Не президенты мной руководят, не патриархи. Ты руководишь меня советом твоим. А совет Божий-то как раз и не знают люди. Его надо узнать, что Бог хочет сказать вот этими пертурбациями. Вот этими сменными правителями. Руководители бандита. Они разграбляют. Ну, я считал, когда Маврикия Фока убил. Бог говорит, дал бы хуже, но не нашлось. Псалом 34, 24. Суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой. И да не торжествуют они надо мною. Одна молитва. Что хочешь делать ты со мной, но только чтобы враги надо мной не торжествовали. А они не могут торжествовать в одном только случай, когда я благодарю Бога. Меня ведут в плен, я связан, и арфу повесили. Мы не поем, но мы торжествуем. Почему? Потому что мы приняли от Бога с благодарностью, что Он нам дал. Псалом 34, 24. Суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой, чтобы они не торжествовали надо мною. Далее, Псалом 42, 1. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливо избавивания. Кто лукавый? Президент это будет, патриарх, или папа римский. И Бог знает, я его не могу назвать несправедливым. Я только вижу по делам и могу ошибиться. Откровение 3,18. Советую, Бог дает совет. Вот в трудной обстановке, а что же нам делать? Он говорит, советую тебе купить у меня золото. Сейчас в интернете выставляют, какие там отдельные комнаты, там двух-трехэтажные, у генерального прокурора, Пшонка его фамилия, и у Януковича. А мне зачем это смотреть? Это музеи. У меня золото, а огнем очищено, ни кровью запятано. Вы, говорит, не запортили праведнику. И жертва его вопиет к Богу, послание Якова, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, ни бронежилет, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это то, что необходимо. Особенно человек нуждается в этом, когда бедственное положение. То есть Бог уже начинает хирургическое вмешательство в нашу жизнь, в наш организм. Первое, параллепоминон, 21,10. Приходит пророк Гад-Гад. Пойди и скажи Давиду. Так говорит Господь. Три наказания я предлагаю тебе. Избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. 12 стих. Или три года голод. Или три месяца будешь ты преследуемым неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или три дня меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом? И сказал Давид гаду. Тяжело мне очень. Но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Вот какая должна быть молитва. В руки Господа. Я чтоб точно был уверен, что это от Бога. А это понятно тогда, когда осознаем за собой грех. Тогда не надо оправдать. Я все делал правильно, за что меня Бог наказывает, почему у меня сын умер, почему на меня восстали. Эти вопросы согрешивший не задает. Он говорит, Господи, благодарю Тебя. Исайя 13, 11. Я накажу мир за зло, и несчастивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Какие бы права не были у человека, у него нет права убивать. Этого права Бог не давал. А там показывают снайперы, с крыши стреляют, убивают 80 с лишним жизнью отнятых. Все равно Бог найдет их. Я накажу мир за зло, говорит Господь, и несчастивых за беззаконие их. Мне отмщение я воздам. Нас нет никакой нужды готовить какие-то атаки. Исайя 13, 14. Вот вопрос. Тогда каждый, как преследуемая серна, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Это пророчество. Что каждый побежит в свою землю. Русская к русским, украинцы к украинцам, еврея к евреям, татарах к татарам. Как покинутые овцы. То есть никаких пастырей ничего не будет. Преследуемая серна. Ну, дикая казана, не охотники. Матфея 24, 20. Нам дано вот какое право. Я здесь все занят. Ну, хорошо, я просто тебе сказал, передавай поклон. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или субботу. Они молятся. Год молятся, два, три, двадцать лет, тридцатый год молятся. И молятся только об одном, чтобы не было зимой или в субботу. Вы знаете почему? Зимой очень трудно питаться, никаких плодов нигде нет, больше ничего здесь нет. Второе, когда мы бесплодные, чтобы Бог не застал в этом. Или в субботу, когда ворота города заперты, не могут открыться, убежать. Поэтому они заранее ушли, христиане, в Пенуэл. И поэтому христиан, говорят, не было в Иерусалиме, когда Веспасян окружил его. Иеремия 16, 16. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников. И они погонят их со всякой горы и со всякого холма из ущелья скал. Это уже к еврейскому народу. Сначала рыболовов, то есть приманкой будут хорошо у нас, два урожая собирают, денег дают, за больными ухаживают, а потом пошли на вас охотников, притом множество охотников. Сейчас, говорит, в Киеве, везде там кто у них, раввины, дали указание, у кого ярко выражена еврейская наружность, чтобы не ходили по городу. Антисемитские движения очень сильно развиты тут. Их винят во всем, что евреи виноваты. Я считаю, это правильное предупреждение. Но Господь говорит, «И они погонят их со всякой горы, где они возвысились, высокие посты занимают, и со всякого холма, и даже которые скрылись из ущелья скал». Это от Бога. «А я буду выкуп давать?» Не надо давать, надо бежать в свою страну. Захария 2.6. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. не сказал, что давайте, обращайтесь». Вот Крым обратился к русским. Помогите. Украина сразу обратилась в НАТО. Помогите. Обама сразу пригласил, если только сунется туда Путин, это слишком дорого им обойдется. То есть это может полоснуть очень далеко. А тут написано, «Бегите из северной страны». Это конкретно о нас говорится. Матфея 10.23. «А что делать? А вот ответ. Когда же будут гнать вас в одном месте, в городе, бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израиля, как придет сын человеческий. Бежать. А это не позорно. Да нет, златоуст говорит. Великий беглец бежал в Египет из Вифлеемских яслей. 1 Фессалоникийцам 5.18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Я должен Бога благодарить за мирную жизнь и за военную обстановку, и когда меня выкинут из квартиры, и когда поставят к стенке. Я одинаково должен благодарить». Написано, «За все благодарите». Вот к чему мы должны, священники должны, призывать народ. А не за красных, не за белых. 118.62. Псалом. «В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои». Их надо осознать, что они праведные. Пророки всегда понимали, что Бог наказывает справедливо, еще не по полной мере. «Я вставал славословить тебя». А где он вставал? В плену он был. Когда он был в ущелье от Саула бегал, мы не знаем, но он благодарил и научил нас. Это не касается Каринфин, не касается Томски, Барнаульски. Это касается всех 3000 лет. Лука. 6.29. «А что нам делать, когда в нас стреляют? Ударишь у тебя по щеке? Подставь другую. И отнимающим у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять рубашку. Но ведь никто не поступает так-то. А мы отомстим, мы разграмим, мы увезем, и чего только не делается. Откровение 19.2. «Ибо истины и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейцам своим и взыскал кровь, пробав своих от руки ее, где больше крови было пролито, как в Москве за время советской власти. 100 миллионов. Так одних абортов было за перестройку 120 миллионов. Эти жертвы вопиют. сегодня я посмотрел ролик один поставленный мусульманник из Саудовской Аравии. Поймали вора, и он сознался. Руку протянули на стол, тот, которому будут отрубать руку, его там маленько завязали, его поддерживают, а другой, глаза завязаны, поставлены, ему ударят только, и рука отлетит по сих пор. Вот так вот, полом. Все. Да главное, отзывы пошли, русские отвечают, и все. Вот у нас-то бы вели, да почему нет? А один только против, а ему говорят, да ты вор и ест тогда, зачем бы ты вора-то защищал-то? Замри, враг. То есть, он не понимает, что это жестокость такая. А понятно, жестокий, говорит, век, жестокие нравы. Матфея 9,4. Но это в России было. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? То есть, когда мы думаем по-другому, защитить себя, остаться на месте, покарать другого, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Я нашел, что, когда мы не по Евангелию, Господь осуждает нас. И мы тогда под осуждением ни у человеков, ни у трибунала, какого-то там, гагского суда, а убога. Вот этого надо бояться. Тит, 278. Во всем показывает в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, что у противника был посрамлем, не имея ничего сказать о нас худого. Вот что нужно-то. А сегодня правителя, самый богатый человек в мире, сказали, не приедет хоронить Путина. Выставили ролик. Вот спугал. А как вы считаете, правильно, неправильно, все-таки Совет Федерации одобрил это. Это исправители, они решают. Мне зачем решать? Мне дано указание молиться за старей начальствующих. Другого указания у меня нет. Не обсуждать, не рассуждать, не советовать. Я могу дать совет. Совет один, на колени. Первая ездра, 5-12. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Новохадоносора, царя Вавилонского, халдеянина. И дом сей он разрушил, и народ переселил Вавилон. Кто? Бог. Не другое государство. Хотя Вавилонский царь Новохадоносор был халдеянин, но он сделал по повелению Бога. сегодня такого рассуждения вообще никакого нету. Агафангел был в краевом совете там где, в Одесском. Сейчас пишут, он вышел, сказал снять с него депутатскую должность. Неплохо, конечно. Первая Ездра 9.14 Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли ты на нас даже до истребления нас? Так что не будет усилевших и не будет спасения. Ездра о чем говорил? Если будем нарушать заповеди твои, вступать в родство с этими отвратительными народами, а все туда лезут в Евросоюз, все эти гей-парады там у них на Украине, почему про это не говорить это? Почему об этом Ткачев-то Андрей говорит? Игнат Тихонович, я это как раз и говорил на проповеди. Я не вам говорю, батюшка, я говорю о тем, которые на Украине другие это. Андрей-то там говорит об этом, как он выступал мощно, вы знаете, Ткачево, от Московского патриархиона, как в Грузии об этом батюшки боролись, Псалом 77-62 И предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Ну, Бог предал мечу, можно ли восстать? Ну, восстать-то можно, только еще больше порубится. Бог прогневался, а можно умилостить? Можно, через 72 года. Можно. Захарий 1-15 И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, а они усилили зло. Дал Бог перестройку. Виня по сегодняшний день Горбачева храм открыли, открыли. Можем выезжать из колхоза, чего не было. но остановитесь хотя бы на этом-то. Я знаю, что не будь перестройкой, нас деревни не было, лагеря не было, книг не было, миссионерской работы не было, я бы из тюрьмы не вылазил-то. Ну, поблагодари Бога. И великим негодованием, негодую, Господь, говорит, на народы, живущие в покое. Вот это как раз касается нас сегодня. Где они? В России живут, Белоруссии, на Украине, или в Румынии? Разницы нет. А так ко всем относятся. Малахи 1.4 Если едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь самов говорит, а они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивой, народом, на который Господь прогневался навсегда. Нас не касается это. А вот было в смутное время, восстали, и все еще бредят этим, что восстанут, и другое. Сейчас сигнал только дадут, Китай с той стороны в один раз до Урала отмахнет. Только ждут сигнала. Это прямо в интернете написано. Псалом 61.10.13 Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Да что это значит смерть одного человека? Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога и у тебя, Господи, милось, и ты воздаешь каждому по делам его. И то, что сейчас идет на Украине, это по делам нашим. По делам украинским, по делам русским, по делам татарским, всех, кто где живет. Надо просто смириться, тем более, очень удобное время, Великий пост, Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мещом убивает, тому самому надвижить будет убитым мещом, здесь терпение и вера святых. Вот терпения как раз и нет. Надо защищать, надо убивать. Но иди убивай. Кого убивать? Если оттуда уйдут русские, а это будет не один миллион, а вот теперь мы должны их принять как должно. Вот об этом сейчас губернаторы при граничных областях заботятся, выступают в интернете. Пока, говорят, чтобы не было этой катастрофы, когда они помогают и не хватает чего-то. Иеремия 46.10. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертва приношения в земле северной при реке их врате. Жертва приношения из людей, из крови человеческой. Ну а мы наймем кого-то вместе с наемниками пойдете. А что делать? Подставлять шею, молиться, плакать, поститься, другого не дано, нигде нету. И опять, а вот Путин вводит войска, Путин отвечает за это, не я. Повторяю, не судить мне дано его о молитве. А вот он предатель, там забросил свою страну, Янукович бежал, мне не дано право его судить. Да он разбойник, не дано право мне его судить. Мне дано право молиться о нем, плакать. Потому что если коснуться в малом размере, это в нас в каждом есть. Исход 22-21. Пришельца не притесняй. То есть гуманитарная катастрофа может постигнуть нас каждый день. И не угнетай его. А почему? Ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Если оттуда будут даже миллионы, люди побегут не о доброй жизни, бросая квартиры и все имущество. Мы, русские, даже сегодня уже приготовиться, потесниться, обиходить. У нас лишних не будет. Второзаконие 10-19. Любите и вы пришельца. Ибо сами были пришельцами в земле египетской. Какое наказательство? Были. Русские тоже были пришельцами у сербов. Их принимали там, где русская зарубежная церковь пустила основание. 1 Тимофея 2-11. Я хочу показать, что у Бога доказательства-то такие, которые человек не приемлет. Жена научится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене, не позволяя не властвовать над Божем, но быть в безмолвии. Так женщина разве согласится феминистка? А какая причина доказательства? Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прещен, но жена прельсившись пала в преступление. Да любая скажет, а при чем тут Ева? Какое отношение к Еве имею? Не надо рассуждать. Уже дано указание. И причина одна, Адам прежде создан, то есть ему первенца, первородный, а ты всего лишь из ребра. Ну, впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с Соломудрием. Исайя 36,5 4 стиха. И сказал им Рапсак, это иноземный полководец пришел, когда под город Иерусалим, скажите языки, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высотые жертвенники отменил Иезекий и сказал Иуде Иерусалиму, перед всем только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступив в союз с господином моим царем Ассирийским, я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что царя дано было приказание, не отвечайте ему. И пришел Илеаким, сын Хелки, начальник дворца, Севна, писец, Иах, сын Асафов, не писатель, к языке в разодранных одеждах. И пересказали ему слова Рабсака. И как он заплакал, как взял это послание и пошел перед Господом, 36-й сих, и вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил и пошел и возвратился Синахерим, царь сирийский и жил в Неневе. И когда он поклонялся в доме Несрога, Бога своего, Адрамерех и Шарицер, сыновья его, убили его мещом, а сами убежали в землю Араратскую и воцарился Ассардан, сын его, вместо него. То есть это у Бога заложено было. Они предлагают вступить в союз, а кто опрется на Египет, тому проколет, кто опрется на ООН, проколет, кто опрется Румыния готова помочь, прийти защищать монастырь один. Вообще. Ну, Румыния говорит, попутай, Одессу возьмем. Проколет руку. Итак, вступи в союз с Господом. Я это специально подобрал места из Святой Библии, что нам Бог говорит, как поступать. Не вмешиваться, не одобрять, не потворствовать, где бы мы ни были, кем бы нас, говорится, кем бы и чем не стращали. Говорит оно, я христианин, два слова. Я христианин. Я не могу ни за новое политическое, ни старое. Русские убегут, там мира не будет в Украине. Они между собой начнут грызть и уничтожать друг друга. А это уже было. В революции как начали. Они и Бухарины, и Рыков, все пошли под нож. И Троцкого достали за рубежом. По-другому никогда не было. Рабы с первой идут под гелотину, как создатели революции. Они просто истории не учат. Нам нужно научиться молчать. Их улителям написано, не отвечайте ему. А перед Богом разверните их улы. И покажите, Господи, они угрожают народу Твоему. Они нападают теперь там на Киево-Пещерскую лавру. Посмотри, что там делают. А не мертвы? Третья Николаевич, да. Вот, вот, хочу вот, ну вот такой момент. Заповеди блаженств же есть у нас, да? Да. Евангелие, Матфея, пятая глава. Да, девять заповедей. Блаженны миротворцы. Да. Ибо они сынами Божьими нарекутся. Вот миротворчество. Вот как его распространять, вот это миротворчество? Очень даже просто. Я говорю, если бы выше священников сто, а их там есть, и по пятьдесят с каждой стороны баррикады в облачении в полном, с кадильницами стали молиться и Евангелие подняли. И вы думаете, это бесполезно было бы? А это не бесполезно, Господь ответит. Господь знает, с народом своим надо идти, не прятаться. Вы обязаны были пойти? Я говорю о тех, которые там есть. Что такое? Бог силен остановить. Малыш пришел. Это единственное блаженство, говорит Златоус, за которое даруется уподобление самому Сыну Божию. Ибо Сынами Божьими наречетесь. Ни одно блаженство не дает такой высоты, как миротворчество. Ну а как вот ты во миротворчество был? Мне приходилось быть миротворцем в разных местах. В разных местах. То есть между разными я не пойму откуда звук-то идет. Тут я выключил все. От сектами, между там коммунистами и другими, между мусульманами приходилось миротворцем быть говорить. Действия имеют только слова, которые я говорю из Слова Божия. Только это. Вот есть, допустим, правоохранительные органы в государстве, да? Да. Вот, допустим, в которых суд, допустим, идет, да? Да. Суд идет. И есть, так называемые, судебные приставы, которые, в том числе, автоматы в руках. Вот, насколько все это евангельское, это же не евангельское. Это не евангельское. Пусть они делают, что им положено. Но это не евангельское. Нам там не надо быть. Ему это положено, пусть он делает. Господь допустил, чтобы пришел Рапсак. И Рапсак получит свое. А языки, языки только плакал. Я сейчас прочитал-то. Для чего? Царь ассирийский. Ему это дано. А на уходу он пришел, отворяйте ворота. Пророки говорили. А перед царем ассирийским говорили заприте. Нужно, чтобы пророки были. Не просто батюшки. Обладающие духом пророческим. Знать, когда открывать ворота, а когда закрывать. Вот так. Не, не. А с другой стороны, вот допустим, тут же сам царь Давид. Это же по сути дела воин. В первую очередь, это воин. Царь Давид. Вот два места из священного писания. Это 57-й псалом. И вот читали сегодня. На церковно-славянском языке. Читаем, читаем. Вот. На русском-то так не написано. А на церковно-славянском написано в псалме «И буду умывать руки свои кровью грешников». Понимаете, что написано? А в 67-м псалме есть такое место, вот стих точно не помню, что ноги мои, вот там псы будут лизать кровь грешника, нечестивца, и я ноги буду свои так топтаться и мочить, умывать сапоги. А в русском языке тоже такое есть. Да? Да, есть такое. Да, именно так. В церковно-славянском вот это написано. Нет, это перевод такой же самый. Для меня даже удивление такое возникло. Насколько вообще это возможно в удово-заветной церкви вот такое читать? Умой, руки мои, крови. Это означает полная победа. Когда он убивает, кровь брызгает, и у него меч от края запекся на руке, он держит рукоятку. У меня было так, на нас напал немец, в Потеряевке было. И он ножом бьет в раму, мы закрыты, здесь как раз какой-то день, кажется, советской армии был, а мой отец-то инвалид войны без руки, ну и пошел какую-то медаль давать. А в это время немец, у нас в деревне жили немцы, нормальный мужик, такой у него, кажется, четверо сыновей, Эрлих Эвальд. Сбесился. У меня собаки огромные такие, я бы выпустил, я бы от него следа не оставил. У меня ружье заряженное, я все попрятал, чтобы только не это. Его повалил, вытащил из этого, это он сильный такой, я кое-как из этого, из старая. И скорее заперлись, дома было. А он пошел домой, нож взял, еще людей взял, и бьют в раму, в эту, стекло первого забьет, а до второго не достает. А моего отца там перестреляли. И один из них немец говорит, вот пришел бы Гитлер, Гитлер, мы бы на вас пахали. Отец говорит, а мой-то отец-то фронтовик, говорит, плуг сломали. То есть Гитлеру хребет-то переломили, а то они бы пахали. А он, я утром-то вышел на улицу-то, а он как ходил по бугру, а высоко, сугробы, снега-то, и везде кровь. Я собак выпустил, а они и псы лизали кровь врагов. Псалом, говорится, и псы бегают и лизжут эту кровь. Ну что, приехала милиция, а он сидит весь замотанный где-то. Ему до шести лет. Но я просил. Так его дети мне благодарны по сей день. Он нормальный человек, взбесился на короткое время. Бригадир. И у меня такие прекрасные отношения, он у меня книги брал. Видишь как? Прощение. Понятно, понятно, но все-таки вот смотрите, а вот воины. Вот в Библии же там совет дает, допустим, и он креститель воинам. А вы никого не обижайте. Ну да. Там есть у него совет. Так же? Да. Ну а одновременно призыва нет, идите там и мечом там всех рубите. Речь идет о церкви. Сейчас церкви не было. Не забывайте людям добавлять-то это. Вот это лукавство священников в этом и заключается. Это венхозаветним людям он говорил. И говорил язычники, которые пришли, воины римские. То есть если ты станешь христианином, тебе надо заменить в сторону на Корнилий это был воин, но он сразу ушел в отставку. Почему дальше не продолжать? Считай, житие, он ушел. Они скрывают половину, отрывают и все. А Корнилий был воин, был воин до обращения. После обращения до обращения. А допустим, житие Григория Победоносца. Вот. Мы пока до Георгия дойдем, мы увидим, что Господь говорит, взявший меч от меча погибнет. Он от меча погиб потом. Он же на копье погиб. Все объяснять-то больше. Говорят, Александр Невский и пишут ему Акаписто с детства возлюбил, ЕСИ там службу, вранье. Ничего этого не было. Он любил меч, был мужественный патриот своей родины, ненавидел врагов. Я вот знать не знаю, Александр, я знаю Алексея, когда принял он схему и с этим отошел ко Господу. Я не знаю Савла, я знаю Павла. И вот и начинает играть. Возьми четвертый Вселенский Собор, седьмое правило. Себе черкните его. Просто где-то пометьте. Четвертый Вселенский седьмое правило. Хоть пальцем на стекле напишите. По этому правилу Сергий Радонежский должен быть предан Анапими. По сегодняшний день. Это Вселенский Собор говорит. Про монашиство, да? Конечно. Из монахов, которые опять наденут воинское и пойдут сражаться. Что, для Сергея правил нет? Или что, прикрылись-то? Для Бога ничего это не значит. Это обман. Не надо бояться авторитетов. Сергий Радонежский попадает под Анапими. На этом все. А ты ему молишься, я молюсь каждый день. Я не восстаю против церкви, но я говорю, есть правило и оно одинаково для всех. На красный свет едет милиционер и его сбили. Для него тоже красный свет должен играть какую-то роль. А вот в Грекции есть митрополит, по-моему. Как же его покойные на меня. У них даже памятник есть в Греции. Стоит монах и с ружьем в руке. Не видали такой памятник? Не видали, нет? Батюшка, не распространяешь уже их грехи. Они за это ответят. Там прям памятник, по-моему, на острове как его называют? Даже охотиться на дрофу, на птицу дьякону нельзя. Считайте у Лескова. Я знаю, кровь проливать нельзя. У нас батюшка держит овечек, но он их не колет. Он не колет овечек. Там курицу даже нельзя зарубить. Вот в чем дело-то. Нельзя. Я это знаю прекрасно. Единственное, что рыбу поймать можно и все. Да. Рыбу поймал-то. А человека вроде можно убить. Зачем говорить неправду-то? Даже ты нечаянно на машине попятился, чужого ребенка задавил. Нечаянно. С тебя сам уже сняли. Конечно, это прекрасно все известно. Я же кровь пролил. Все. Я считаю Библию. Златоуст говорит, что в Библии нет о том, не рассуждаем, не рассуждаем. Для меня этого достаточно. Если кто-то считает, что ему это мало, пускай так считает. Игорь Тихонович, тут есть два очень серьезных момента. Вот в прошлой вашей беседе с Сергеем Козловым надо все-таки, чтобы вы дали пояснение. Потому что очень много может возникнуть недоумений. Что нужно именно? Два момента. Вот вы сказали. Я хочу уже пояснение дали. Значит, в одном моменте вы говорите, что у священников, сейчас подождите, чуть-чуть картинка замрет, моя, я точное место хочу сказать. Да я, я можем вспомнить. Назовите пример, о чем речь идет. Духа святого нет, вы говорили. Отсутствует дух святой. Ну да. У священника. Нет, кто духа святого не имеет, тот и не его. Римлянам 8 глава 9 стих. И что благодати нет в другом месте вы говорите? Ничего нету, он даже не Божий. Так а как тогда, вот допустим, в московской патриархии благодать? Я не слушаю. Еще раз говорю, я читаю Писание. Вы что, опровергать будете его? Нет, нет, вот смотрите, а получается нету благодати. Кто духа Христова не имеет, тот не его, не Божий. Он может быть патриарш и какой угодно. Я ничего не добавляю. А теперь возьмите толкование блаженного Филакта. Я назвал точные места. Или вы говорили, или что? Какому священнику я сказал, что нет на нем Духа Святого? Ну, про священников разговор вели и говорили, что нету Духа Святого и благодать. Еще раз прослушайте внимательно. Когда прослушайте, то посмотрите, о чем там речь идет. Это говорится о христианах, что они не христиане, даже если Духа Христова не имеют. Они никто, кто Духа Христова не имеет. А теперь надо определить, имеет или не имеет. Ну, Геннадий Тихонович, вы же про священников там говорили. Вы не про священников. Нет, тем более о священниках. Кого это заедает, пусть проверяет себя, сходит к архиереи или куда там, к бабке-шептухе. Я вообще проверять буду. Я знаю, что... Вы же не говорите в целом вообще обо всей московской... Я обо всей не могу говорить. Я говорю о тех, которые беззаконники, которые понарушили все правила, и они не имеют ничего уже давным-давно. Они беззаконники. Их по всем канонам уже давным-давно надо извергать было. А он служит. А что он служит? Таком остеоксалисты служат. Ну что, будем оправдывать голубое лобби? Получается, тут такое поругание святыни идет. Полное поругание. У нас был такой отец Олег. И священники, которые с ним служили, говорили, как он кощунствовал в алтаре. Ковырнем за Пороскеву, ковырнем за Варвару. И оказался связанный вот с этим голубым. Ему дали лет восемь. Он отсидел, вернулся. Так его идет по улице, его в дети грязью, камнями кидали. Но он говорил, мне так и надо, я такой и есть. Потом принес все книги в церковную прихожку, там где старушка, и он туда их книги на стол положил. Пришел домой и повесился. Вот в литургии, допустим, вот такой священник в таком состоянии совершает, но у него таинство тела и крови Христова это совершается. Вот. Нас научили так говорить. За это отвечает архиерей. Если он беззаконник, извернут по всем канонам, ничего там нету. Это обман. Обман. И люди это знают. Он беззаконник. И поэтому, ну пускай, священник там связанный под скамейкой, а ангел совершает. Нигде этого нет в Писании. Это обман. Это бывает в чем-то. Священник не так сказал, ну не так поступает по мелочи там совсем. Игорь Тихонович, а ведь же есть это, целая там, большая глава Иоанна Златоуста, где он там буквально рассуждает как раз вот на эту тему. Вот. Там большая глава у него есть. Где он говорит об грешном священнике, который не достоин служения. Он же говорит, что там вот из грязных рук можно передать хлеб. Что именно за беззаконие спрашиваю? О чем Златоус говорит-то? А мужеложник как говорит? Я его там не уточняю. Да и в храм нельзя запускать. На 30 лет отлучается мирянин. Что же языком-то нам не бояться греха говорить? Все, через него действительно. Его в храм нельзя запускать. И притом архиерей знает, что он такой. Что тут уже говорить-то? Уже страдает за это вся земля. Горит огнем. А вот через него совершается. Ничего не совершается. Обман. Все знают об этом. Там говорится о том, что человек грешен. Как мы грешны, много грешен. Я каждый день это считаю. Мы все за собой. Господь не смотрит на наше достоинство. Где-то я не помолился. Где-то там может пост нарушил. Сам того не знаю. Было такое. Я считал, четверг, а на самом деле среда. То есть грехи грехам-то разница. Бывает, может, нельзя было. А ты сделал это. Дома, по пустякам. Но не тот грех, за который на 30 лет отущает. И снимается сан. Ничего там нету. Это обман. Понятно. Вот читали вы статья есть. Тоже. Вот журнал, по-моему, церковный вестник. Там статья, по-моему, называется «Экономия и окривия». Читали вы вот эту статью? Статью не считал, но слова эти хорошо знаю. Экономия, да. Экономия вообще не признаю. Только окривию. То есть только окривию, да? Только. А экономии нигде нету. Почему святые говорили «Избери такого наставника, строже которого нет во вселенной». Это обман. Дабы в точности исполнить. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Давыд об этом говорит 1 Псалом. Как? Павел говорит, бегите, чтобы получить. Один бежит на стадионе, олимпийский чемпион получает награду. А все какая-то экономия. Это беззаконники. Они под себя это все подделывают, как Мухаммад. Сначала одна жена была. Второй раз женился, раздрежил две жены. А три жены было? Три записал. Потом четыре. Но умер. Иначе ему, может, 44 можно было. Ну, Игорь Тихонович, тут же вот принцип экономии что подразумевается? Ну, вот каноны даже сами подразумевают экономию. Вот смотрите. Ну, вот, допустим, больной человек, да? Да. Больной. И у вас место не сдвинешь, все, и как его крестить? Да, только обливать водой, его ж не погружаем. Да не об этой экономии. Это потворство не греху, батюшка. Вот начинается только пост. И сразу же покатились к вам бабушки. Я не могу, у меня гастрит, у меня перитонит. И священники сплошь и рядом. Там Бог благословит. Молочко ешьте. Почему у нас ни одна не подходит к батюшке? Ни одна за 20 лет не подошла. Такие же бабушки. Это все глупости. Почему семинариста во время Великого Поста разрешают жареную рыбу есть? приравнивать с шахтером. Вообще, а фонарить надо. Шахтером приравняли. Ну, мы не ели рыбу по столу. Батюшка, я говорю то, что... Ну, вы свидетель, я знаю это все. Я был и выговаривал, и говорю, какой же вы имеете право нарушать? Теперь семинаристы бороду все скоблят. А почему? Ну, я же не священник. Это что, экономия? Это блуд. Блудодейная ересь, как Авахум говорил. И скоблят себя, как Иисус куриная. Зачем это делаете? Жанна подобная лица, чтобы можно было легче с ними грех творить. Здоровые, крепкие, учатся не в 18-летие. Почему раньше 30 лет рукополагают? Когда четкое правило. Правило вообще объяснение не дают. А это правило, 6-й Вселенский Собор, 14-15, имеет объяснение, ибо и Христос вышел в 30-летие. То есть это выше Христа лезут. Притом таких рукоположенных 98%, наверное. Я знаю, я сам такой рукоположенный. Ну и все, еще теперь. Это экономия, что ли? Это безумие. Это попрание канонов. 6-й Вселенский Собор, это 630 епископов. И тут сидит этот бритый, подрезанный. И он учит один против Вселенского Собора. А вы православие не нюхали еще, я им отвечаю. Вы знать его не знаете. А то Игнатий, псевдоправославный, научил вас дворник лепетать. Дворник. Ну вот, хорошо, ну вот, рукоположие. Но это же теперь все равно же священник. Правда же? До урещенных лет. Если нет тебе 30 лет, прекратить. Так а мне уже сколько? У меня уже 40 скоро будет. Я вам говорю, у нас был такой 24 года. Он 6 лет сидел. 6 лет не благословения не давать, ничего нету. Правила, каноны. Меня называют там великий, знаток, канонист, он то другое. Я этого ничего не признаю. Я знаю то, что открыто Богом, Духом Святым, через Соборы Вселенские, веру в Святую Соборную, мы обязаны исполнять. Потому что церковь любящая мать, она нам плохого не давала. Он маленький, желторотый, он еще не знает еще. Пусть учится. Никто из них не шел надо. Да? До принятия этого канона были, в 22 года уже был епископом. Да не только 20, а еще раньше были даже епископом. Даже был один. По-моему, 18 даже были епископом. А? Даже 18, по-моему, епископом. Это один был такой. Совсем уже. Один. Меня не знали всех по именам. Я начинал. А епископом же... До начала, пока не было правила. Пока нет закона, грех не меняется, говорит апостол Павел. Принят закон, все кончилось. Завтра уже нельзя. Нельзя. Еще вот такой вопрос, Игнат Тихонович, тоже. У людей вопрос возникает. Вот смотрите. Заповедь такая есть у Христа. Суббота для человека, а не человек для субботы. Можно ли в отношении канона сказать? Канон для человека, а не человек для канона. Нельзя. Это так можно что угодно. Не человек для бороды, а борода для человека. Не голова для человека, а человек для головы. Дурью маетесь, батюшки. Я на один вопрос вам ответил. Ничего там нет у него. Второй вопрос. Какой у вас был ко мне? Второй вопрос? Ну да. Ну вот я два вопроса же вам и задал, сразу же сформулировал. Да, кто один вопрос. Что первое место, что благодать, что у некоторых печеников... Никакой благодати нет, если он беззаконник. Его в храм запускать нельзя. И в храм запускать нельзя. Сначала его из храма вышвырните. А потом идите, ищите благодати там под забором. Ему в храм нельзя заходить. Вы уже канон нарушили. Он должен за кошелами быть. Ну опять же, вот смотрите. Допустим, не знают люди. Не знают. Люди, и даже епископ не знают. Он втайне что-то делает. Получается, он втайне обманывает людей. Обманывает. Вот об этом речь. Такие самозванцы были. Тайна, люди не знают. Приходят им паспорта, выдают сегодня дипломы. Но человек не знал. Он на полном серьезе взял, купил... А теперь разоблачили, все отняли у него. В мирских организациях это знают. А вот эта грань. Благодатность, неблагодатность. Где она проходит? Проходит она в нашем сердце, в совести нашей. Я не верю, чтобы Бог нас допустил обманывать. Не верю в это. Он обязательно положит на сердце. Только встретился. Неужели я волка от овсы не могу узнать? Я его по запаху определю. А вот смотрите, хорошо. А сам-то он, допустим, человек вот этот. Ну человек, вот батюшка. Рукоположили, в такие грехи впал страшные. Да? Да. У него состояние, по сути дела, получается пограничное. С хулой на Духа, святого, раз он такое творит. Да не пограничное. Он похулил уже. Никакой пограничности нет. Уже это грань переступлена. Это уже переступил грань. И обязательно это детям Божьим будет открыто. А никому не открыто, вы все никто. Этого быть не может. Мы Духом Божьим движимы. Вот человек появляется. Я грешный человек. Я вам открыто говорю, я грешный, каясь во всех грехах. Ну вот я сижу, приехал в гости и занимаюсь. И в это время она, близкая мне душа, приводит отца родного. Отец хороший, расположенный ко мне. Она побеседует с папой моим. Я поздоровался и опять дальше у меня в руке и сижу, пишу. Он постоял маленько, ушел. Он говорит, а почему не стал беседовать? Не знаю, уста мои закрыты. Убийца тройкратный. Три души на нем висит. Я ему говорю смело и решительно. Почему? Я не могу ответить. У меня нет ответа. Я знаю, это Бог руководит. Он говорит, иди и говори. А другой раз говорит, полагай, пищать на уста твои, и ты не скажешь ничего. Это быть движимым Духом Святым, иметь крещение Духом Святым. Если этого нет, ничего нет. Это обман. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Он никакое мытарство не проходит даже. А этим грехом поражены может 90% людей. В первую очередь священник. Они знать не знают. А я говорю, как ты рожден? Вот у нас священники были. Ну я крещеный. А ты не крещеный, ты мощеный. Какой ты крещеный-то? И он начинает лезть и ерничать. Я ему уже отвечать не буду. Я вижу, он чужой совершенно. Он не христианин может быть даже. Но так как он не со мной рядом, то я его не стал больше трогать. Но в интернете его видно. Мы с ним беседуем в Потеряевке. Он уже благочинный. А это для Бога наши придуманные благочинные. Я просто спрошу. Почему Бог не называется святейшим? Только свят-свят. Больше нет ничего. А мы знаем, что свят. Это святой. Превосходная степень. Какое? Святее. А теперь святейший. Святейший называется человеком. В Библии слово святейший только два раза повторяется. А один раз в послании Иуды. Что? Наставление в святейшей вере вашей. Вера наша христианская, святейшая. И в Ветхом Завете Маковейском говорится на святейшем месте всем про храм. Потому что это была сердцевина, где должен был прийти Господь. Кстати, я одно время вот эту этимологию, слово свят, искал. Да. Вот не помню уже источник. Ещё будучи семинаристом я это искал. Мне интересно стало. Вот греческая понятная этимология. Там агиос. Да? Вот эта приставка, это отрицание. Геос, земля. То есть неземной. Да? Вот меня вот интерес возник. Откуда у нас вот это взялось? И вот очень интересное толкование нашёл. Вот свыше яты. Взяты свыше. Откуда-то свыше человек. То есть посланный. Вот такая этимология. Но я не знаю, насколько она полностью правильная. Но вот такая версия есть, скажем так. Знаете, мне писали священники. Они мне звонили и по скайпу говорили. Приезжали ко мне на дом с других областей из-за Москвы. Когда готовились избирать нового патриарха после смерти патриарха Алексея II. И уже знали, что изберут Кирилла Гундяева. С кличкой Михайлов. А тот был Дроздов в КГБской кличке. Ну почему он не пошёл на жеребий, как патриарх Тихон? Да потому что очень охота быть там. А жеребий может вытянуть не тот. И какие они поставили условия? Обязательно, чтобы у него была академия. Значит, все миряне отсекаются. Патриарх Тараси не попал бы туда. То есть тех, которых из мирян возвели за шесть дней в патриархе. И они святые, канонизированные. Дальше. Чтобы не менее 25 лет был стаж административной работы. Не проповедника, не миссионера. То есть он взял всё, что у него есть. А там осталось три человека. Климента одного ещё взяли. Одного напугали, а другой отступился. И всё, остался один. Голосования-то никакого не было. Я могу избрать патриарха. Я сейчас... Ну, мне сказали бы, составь анкету. Я сейчас составляю анкету. Патриарха может быть тот, который плохо слышит, как я. Дальше. Зрение у него, чтобы было ослабленное, как у меня. Не было зубов. Дальше. Чтобы не меньше пяти тюрем прошёл. Чтобы возраст был 74 года. И чтобы он проехал с миссией, сколько я проехал. Никого больше нету. Я поставил правило. Выбирайте, никого нету, я один. Таких больше нету в стране. Он сам себе правила написал. Не стыдно ничего. Но я его признаю за патриарха. Святейшим я его никогда называть не буду. Если я его называю, только подыграю вам. Чтобы понять, о ком речь идёт. Не, я понял, почему вы так говорите. Потому что в Библии... Тут же чётко по Библии это слово употребляется не к человеку. Вот в чём дело. Только, повторяю, только к вере и только к храму. Всё, больше ни к чему. Я понял, о чём речь. Это говорит... Я знаю, о чём говорю. Даже к Богу это не относится. Просто свят. У нас, у русских, вообще непонятно. Никто не благ, только Бог. Вы считали про это? Конечно. Можешь человека благим назвать? Конечно нет. А приблагая, пресвятая, приблагая, владыщеца как? Откуда приблагая? Зачем это придумали-то? Ну, а с другой стороны, вот фраза, допустим. Пресвятая Богородь, спаси нас. Спаси, да, это правильно. Потому что спасителей много. Через кого приходит спасение, которое ходатайствует. А приблагая нет такого. Спаси есть. Господь говорит, я посылал вам спасителей. А раз спасители, значит, они спасали. И Файбл, Гедеон, это спасители. А приблагая нет этого. Это выдумано. Это антиевангельское слово. И не надо этого бояться. Я чё сказал-то? Вы Евангелие, если попираете, а при чём здесь я... Меня судить вызывайте. Обсуждайте меня, но только по Библии. Только по Библии. Игнать Тихонович, а вот, допустим, у Василия Великого тоже. Ну, я специально вам вопросы задаю, потому что у людей эти вопросы возникают. Давай, 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 Батюшка, давай. В каком ключе я задаю вопросы? Давай. Вот у Василия Великого есть такое выражение, что кроме священного Писания, да, есть священные предания. Допустим, он говорит, нету нигде в Библии упоминания того, что надо совершать крестное знамение. Нигде. Я хорошо знаю это. Да, вот это место у Василия Великого. Да, и многие другие предания он говорит. А вот, допустим, в отношении Божьей Матери, вот Вы говорили сейчас, приблагая, не относится вот к этому тайному. Не относится, потому что Евангелие запрещает. Про крестное знамение нету. А слово «благой» Христос сказал, никто не благ. Он даже себя, в отношении самого себя отсек это. Молодой же человек... Никто не благ, только Бог написано. Никто не благ, только Бог. Потому что он к нему как к человеку обратился. Ну, понятно, человек, Богородец это человек, не надо выдумывать-то. Она также спасалась кровью Христа. Она была среди учеников. Она также нуждалась в Духе Святом. Ну, что тут непонятно-то, совсем уже это... Вот они сказали так, пусть они так говорят и за это ответят. Василий Великий говорит о предании. Теперь, я через вас хочу узнать. Вы мне задайте вопрос. А вы можете сказать, что входит в Библию? В Священное Писание. Я отвечаю. 77 книг. Первая буква В. Вначале сотворил Бог небо и землю. В. А последний мягкий знак. Аминь. Все. Ни одной буквы больше туда нельзя добавить. А накажите, где предание, где его границы. Покажите первая строчка в предании. И последнюю. Покажите. Ни один человек на земле этого не покажет. Этого нету. И под предание сегодня все предательства затолкали туда. Когда предали интересы Божии. Предание. Преданием называлось первоначально только то, что не было записано. И Павел говорит, что я вам передал. Когда был устно говорил, это было предание. А когда он теперь это написал, это предание стало писанием. Вот больше ничего не входило. А потом уже стали ссылаться на тот обычный, который был, что совершается, крестное знамение. Оно от первого века идет. Оно от первого. Но оно им не упомянуто. Но о крестном знамении говорят все святые отцы с первого века. А об иконах говорят с первого века. Вот это входит в предание. Допустим, устроение алтаря как такового тоже. Да. Устроение алтаря. Вот это бескровная жертва. Это предание по преданию. Но у него зафиксировано у Симеона Солунского новая скрижаль, определенные правила, параграфы. Их надо соблюдать. Но не надо под предание теперь толкать все, что сегодня придумали. Любую дохлую забаку в порточку забросили в храм, и все святое. А человек первый раз зашел, ему все нормально. Мы должны очистить от ненужного, не бояться этого. Провести ревизию. Вот сейчас попробуй. Столько танки освещает, военное оружие на Чечню, то другое. Наконец поняли. Первым делом отстреливать священников. Игорь Тихонович, ну вот смотрите. Если вот такую тотальную, допустим, ревизию делать, да, такая реформация мощная очень, если пойдет. Раскол. Вот в чем дело может произойти. Мощный раскол. А зачем мне нужен раскол? Они лбы раскололи-то. Вы что боитесь? Представьте, мой родной брат. Он служит в Умске. И они там с батюшками, они вдвоем объединились, а потом третий. Давай построим купель. Но остальные это все с Украины, а католичные священники-то. Они все мощеные. Как вызывает архиерей, да это нельзя этого делать. Это раскол будет. Батюшки так не привыкли крестить. Беззаконник архиерей говорит, за хвост и в яму. И он погубил все уже готовые, построенные купель, закрыли, замуровали, засыпали. Какой раскол-то? Он беззаконник против идет, его нужно немедленно отсекать. Подождите, вот смотрите, вот я вам другой сейчас пример приведу. Батюшка, сначала это что я сказал? Подождите. Ну да, договаривайся. И ей говорит, это раскол, это раскол. И батюшка говорит, надо крестить полное погружение. Говорит, ну остальные это не полное, тогда у нас будет раздрай. Нельзя этого делать. Они захватили о беззаконии, все, бандиты сидят, бандиты. И теперь любой, который во свете Христов, он для них никто. Разговаривать не надо даже. Ты делай как положено. А он тебя отлучит два-три. Я ожидал, что патриарх Кирилл, он начнет как-то более активно действовать. Но он боится. Боится монахов. Вот другой пример я вам приведу. Какие могут быть последствия? Ну вот, допустим, Иоанн Златоуст. Есть известная его речь об иудеях. Да. Проповеди его он произносил в Константинополе. Да, 8 слов об иудеях. В Святой Софии. И я одно время беседовал с евреем. Одно время. И я ему упоминал вот так между словами Иоанна Златоуста. И он так сильно начал про него говорить. Да это преступник, это кровопийца. И прочее-прочее про Иоанна Златоуста говорит. Вы знаете, что произошло после его проповеди в Константинополе? Столько евреев там начали убивать просто, резать. Этого нету нигде. Это обман. Никого не убивали. Это придумали все. Ни одного человека не убили. Еврей схватил его и тянул к себе в свою синагогу, чтобы он поклялся. Вот чем вызвано было. И говорит, куда ты пошел с ним? Убивали. Это все евреи придумали. Это еврейские штучки. Не верьте в это. Никого не убивали. И Златоуст этого не допускал никогда. Сколько убивали. Это бреди. Не повторяй это. Освяти язык свой. Святой водой. Это клевета на Златоуста. Златоуст говорил и говорил все верно до одного слова. Что побоев еще не было? Никакого. Никакого. Было одно однажды, когда арияне пошли крестным ходом, а христианам, Златоуст написали, пошли встречи. И вот здесь вот, когда они столкнулись, в это время было. Не с евреями совсем. С ариянами. Не надо путать. Арияне напали на них. А эти стали обороняться. Василий Великий иногда говорил правила из-за своей великой веры. Вы знаете, когда за храм они спорили, что он сделал? Слышали? Нет, говорите. Да вот он что сделал. И он тогда арияне претендует, и православные. И тогда он собрал их на сход тех и других и говорит, давайте сделаем так. Запрем храм, опутаем цепями, замки понавесим, и пусть арияне молятся три дня, а потом придут сюда и помолятся здесь. Если двери сами откроются, ну значит им храм. Только сначала, говорит, мы будем молиться, православные. Если у нас не откроются, тогда они будут молиться. А если у них не откроются, тогда отдадим им храм и уйдем. То есть мы одинаково бесполезные. И вот когда стали арияне, мы первые будем молиться, видимо, помолились. Ничего нету. Тогда православные стали молиться. А когда Василий воздел руки, раздался гром, и вместе с косяками ворота вылетели. И масса ариян стала православными. Вот свидетельство Божие, как у порока Илии. Вы никогда не бойтесь человеческих авторитетов, которые топчут библейские авторитеты. Они преступники. И получишь похвалу от Бога. Господь, говорит, искал тебя, кто стал в проломе и не находил. Это проломы они сделали. Проломы. Проломы, значит, одну западь устранили, другую, третью. А он там, их много. Да то, что много. Много нечестивых. Там нет Бога. Много там, где Бог. Хотя бы ты был один. Ну, Игнат Тихонович, не поздно вам уже? Уже 11. Да, я знаю, что поздно. Но того скоро... Ко сну надо уже отходить. Не о пустом говорили. Ну, понятно все. Так, мы за Украину молимся усиленно, просим у вас помолиться. Потому что говорят, что будто бы в эти дни будет большая провокация, чтобы вести войска до Киева. Об этом даже вы слышали в новостях, сказал, знаете кто? Об этом сказал сегодня министр иностранных дел Лавров. Да. Он сказал в ООН об этом. По-моему, там какое-то было мероприятие в ООН. И он сказал, что в отношении, как он сказал, Черноморского флота могут быть провокации. Да, да, это я считал. Считал. Они уже сегодня главнокомандующие присягнули к крымскому правительству. От Киева отошли. А в другой момент дадут указания, и в Россию корабли переплывут. Но американцы говорят, что так просто это не Сирия. Просто так им это не удастся. Там такие силы задействованы, одним махом сметут все. Мы должны молиться, чтобы ничего этого не было. Хорошо. Потому что мы далеко и не знаем, что там есть. Я в прошлом году был в Украине, много ездил. Про Януковича говорили банда. Банда у власти. Это мне говорили священники. Притом очень хорошие священники. У меня знакомые есть на Украине, друзья. Они мне тоже говорили подобное. Ну вот, так что молиться надо, чтобы Бог их смирил. И чтобы народ Божий выдержал все это, перенес. Мне не поддавались на провокацию. А провокация, это значит, Бог убивает, а ты не убиваешь. По-другому никак нельзя. Отошел. Бог, батюшка. Ну все, Бог, в помощь вам. Храни Господь. Когда меня будете там судить, так вы за меня шибко не заступаете. Я не знаю. У меня, наверное, не получится туда ехать-то. Понимаете? У меня тут загруженность такая. Пускай они выходят на меня по скайпу. Приготовят места писания. По писанию я беседовать буду, а не по вашим бредням. Они не собираются вас судить, понимаете? Наоборот. Наоборот, понимаете? Да. Там мне же какие высказывания посылал-то сам отец Алексей, что есть такие моменты, которые он так спорный, он считает, но в целом он говорил, что ему как явлей на душу, когда он смотрит на вас. Вот в чем дело. Вот видите, что вы спросили, я вам ответил. Благодатный священник, если у него страшные смертные грехи, ничего там нету. Это должно быть положено на сердце архиерею. Есть такое житие святых. Житие святых. Ему было сказано, что Петр явился и говорит, ну, ты спасенный человек, но один грех, говорит, я не мог умолить, говорит, у Бога. Он говорит, какой грех? Кого незаконно рукоположил? Вот за это ты ответишь. Кого он рукополагал? Каких поваров? Как Василий Великий говорит. Так что я за то, чтобы были в страхе Божьем, и мы, Духи Святом, чувствовали, священник это или бандит. А патриарх Алексей Второй говорил, каких бандитов мы принимали в церковь. Это его слова дословно. Ну, Бог вам помощь. Все, давайте. Спасибо, Христос. Уже поздно. Все, Бог благословит. Спасибо, Христос. И мне уже тоже ко сну надо отходить скоро уже. С Богом. Господь вызвал. Видишь, как? Эти не могли выйти, а он вышел. Вот так. Еще не знаешь. Нам торопиться некуда. Можем спать, да. Вставать 4.40. Да еще и ночью надо поднять.